Зачем нам ваше добро? Везите в Нижний Новгород. Покажите, как будет. Да, вы сейчас тут сказали и поехали. А мы же идем в рот. Ну и оставьте нас с ним, не надо здесь. Не лезьте. Вы же сейчас из Сызра не повезете, из Кузнецка повезете. Это коммерция, довольно отвечает предприниматель Татьяна Большухина, на многочисленное возмущение местных. Общение жителей Новоспасского с Нижегородской предпринимательницей не заладилось. И это неудивительно, ведь в планах бизнес-волон вывоз мусора с нескольких регионов России на полигон у рабочего поселка. Как бы неприятный запах. И, ну, сами понимаете, как бы не хотелось бы такое у нас организовывать в нашем районе. Директора показала мусорный полигон и рассказала о процессах работы. Однако в производительность предприятия многие не поверили. Сами видите вот эту линию. Можно сколько угодно, что она перерабатывает 16 тонн, 4 человека 16 тысяч тонн. 4 человека это никогда не перерабатывает. Это показуха. Все это будет работать на 5-3 процента. Все это пойдет в отвалы. Но даже дискомфорт и сомнительная производительность не самые проблемные вопросы для жителей Новоспасского района. По их словам, мусорный полигон построен на территории водоохранной зоны, где протекают подземные воды, которые поступают в местный питьевой источник. Кроме того, весь район, включая зону свалки, находится на песках. А значит, в скором времени возможна фильтрация и, как следствие, ухудшение качества воды. Как отмечают Минприроды, строительство таких полигонов на песке невозможно без специальных работ. Прежде строители должны выстелить дно, укрепить стены. В настоящее время сделано не все. Да, у нас идет резкая сплава. Посмотрите прямо. Как было получено разрешение на строительство объекта, загадка для действующей администрации, которой документация досталась по наследству. Они были вынуждены выдать все-таки акт ввода в эксплуатацию капитальных объектов, который не соответствовал проекту. Она на нас выходила на следственный комитет, признавала, что мы превышаем свои полномочия, хотя мы пытались доказать наоборот правоту, что она в свое время получила неправильно разрешение на строительство. Теперь бизнесвумен диктует свои условия. Как рассказали в администрации, изначально планировалось, что предприятие Татьяны Большухиной будет выполнять функции и регионального оператора, и мусорного полигона. Она начала говорить обратное. Ввозить мусор я не буду, у меня только полигон. И с учетом того, что даже не все зоны пятой, которую она уже знала заведомо, а только Новоспасский район. Помимо того, что пока не ясно, кто будет сортировать мусор жителей Новоспасского района, ждет еще один неприятный сюрприз – увеличение тарифов. В администрации предполагают, что жители будут отдавать по 500 тысяч рублей ежемесячно. Несмотря на то, что нижегородская бизнесвумен препятствовала съемке, нам все же удалось с ней пообщаться. Тариф будет действительно увеличиваться, так как утверждена инвестиционная программа на данный объект, на объект обращения с отходами непосредственно в Новоспасском районе Ульяновской области. В настоящее время проблемы между жителями и учредителем решают представители Министерства ЖКХ. По мнению экспертов, полигон в текущем виде не пригоден к эксплуатации, так как не завершено строительство сортировки, отсутствует обваловка и система очистки фильтрата. Поскольку за последние полтора года лицам государственной власти и главам муниципальных образований впервые удалось попасть на полигон, на первую встречу удалось лишь обозначить основные проблемы. Каких-то решений сегодня мы принять не можем, но все, что мы увидели, все, что мы услышали, оно, разумеется, будет учтено при корректировке территориальной схемы. Будем надеяться, что в ближайшее время стороны найдут компромисс, а новое предприятие обработки и размещения отходов не станет причиной экологической катастрофы и финансовым ударом для местных жителей. К слову, по соседству с предприятием находится еще один объект размещения отходов, который не доставляет жителям неудобств. Спит на него есть официальное разрешение от Минприроды, а в дальнейшем его могут рекультивировать по нас проекту «Экология». Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.